Как вы относитесь к сетевому бизнесу? Ну, вот какое отношение? Может, пробовали когда-то? Может, есть какие-то знакомые люди ваши в окружении? Может, ну, кого-то знают? Без каждого, без страха. Если этот бизнес зарабатывает деньги, да, и способен генерировать прибыль, почему бы и нет? Я... Сетевой это что? Это распространение какой-то продукции? Сетевой, вот, ну, все так думают, что это распространение продукции сетевой. То есть те, кто качественно занимается сетевым, это не просто распространение продукции. То есть есть компания, которая производит продукты, и есть партнеры в этой компании, которые помогают реализовать, да? Это способ продаж, так сказать. Реализовать вот сейчас то, чем, например, мы занимаемся. Мы реализовываем как? Через все эти частных предпринимателей. То есть мы обучаем, мы приглашаем партнера на работу, ну, только тут, ну, вы же на работу приглашаете, платите ему зарплату и так дальше, да? То есть говорите, что ему делать. А у нас сетевой бизнес, это, то есть есть лидер, да, есть человек, партнер компании, знает продукт, знает маркетинг-план и приглашает других людей и развиваться. То есть вот о чем я вчера говорила, у нас, мы сами частные предприниматели, у нас уже в нашей команде 34 частных предпринимателей, которых мы обучили вообще с нуля. То есть эти традиционные бизнесы, то есть капиталом вложения, а тут в сетевом бизнесе, то есть можно тоже подняться, есть уже продукт, есть маркетинг-план, по которому это все работает официально. Просто человек с нуля начинает это все делать, развивать свою тоже структуру, свою. Ну, а естественно, это идет реализация продукта. Мне кажется, это классная школа продаж, потому что если люди приходят без опыта, да, предпринимательского, в принципе, тогда вы еще на себе несете роль там образования некого, да. Обучаем, есть тоже школа, системы. Образование, обучение с возможностью там зарабатывать, да, и генерировать какой-то свой доход уже личный. Поэтому я абсолютно нормально к этому отношусь и понимаю, что таких моделей очень много, да, вот они, наверное, там с развития независимости нашей страны начали. Есть какие-то не очень успешные там истории, которые, может быть, там какую-то репутацию создают негативную на рынке. Вот. Но вопрос, если вы в это верите, если вы в это развиваете, и у вас есть конкретные результаты, я за результат, да. То есть если есть результат, его можно показать, пощупать, и значит, эта бизнес-модель работает. Вот. Если это способны сделать вы там еще несколько человек, вот, значит, уже этой команды достаточно, чтобы там еще потом 10-20 человек это сделал точно так же. Вот. Поэтому от вас зависит. На самом деле суть очень проста. Это каждый человек, который присоединяется в нашей команде, да, помимо того, что мы даем там пошаговые инструкции, как что делать, а сама суть это просто пользование продукцией, рекламой, рекомендацией другим. Все. И каждый последующий человек, который делает покупки, это уже считается общий товароборот, и каждый человек, который в этой команде получает от этого товароборота процент. Ваш магазин, например, пришел человек, купил один, да, там пиво. Следующий пришел, тоже купил, но вот этот первый я, ничего, друг от друга они вообще, они просто покупают суть. То есть, если я пришла в ваш магазин и посоветовала ваш магазин ему, а он еще, да, то есть от моей рекомендации пошло много людей в ваш магазин, но я от вас, ну, как бы, да, а сетевой бизнес работает, то есть если я пришла в вас магазин, зарегистрировалась, рассказала другим, все другие пришли, то есть я имею уже какой-то процент. Вот эта модель вот, например, в вашем доме. Ну, дистрибуционную у нас. Да, 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 да. Ну, вообще, у вас много моего из полчаса. А скажите, сколько вы в бизнесе? Вы сказали, что вы приезжали. Четыре с половиной. Нет, мы от компании Reflame, мы в компании Reflame. Четыре, вот в августе месяце будет пять лет, как мы работаем по онлайн-системе. Вообще семь лет зарегистрирована, она пришла в декрете, но мы, это проще простого вообще семья. Я в Ахтамаре отработала восемь лет официантом от Биала тоже, работали тоже немножко в игровых автоматах, учитель по образованию, экономист, менеджер, бухгалтер высшая, муж на заводе на вагонах. Тоже. Начали искать, что делать, как делать, а, ну, мама квартиру не даст, ни его, ни моя, у меня вообще одна мама. А тоже вот, когда работала, мне тоже понравилось, когда я работала в Ахтамаре, я видела, какие люди приходят, какие люди в обед приезжают, на каких машинах обедать. У меня тоже, где эти люди берут деньги, ну, то есть, где они работают. Вот это, ну, нанавиделось всякого. А потом, когда ушла в декрет, начали искать муж, уехал за границу, долго там работал, опять нету семьи, мы порознь, я сама с ребенком, потом все-таки на шкребле купили одну квартиру, однокомнатную. А меня пригласили в ну, вот в Арифейн. Маркетинг-план рассказали, я в декрете. То есть, можно совмещать с декретом, то есть, ну, дома, там, удаленно, хорошо. Но это нужно было, вот это, офис, там, мастер-классы, вот это все. Это мне не понравилось, ну, как бы, ну, как навязывание, да. Но я уже рассмотрела идею, что это с помощью интернета можно построить вот эти сетки, постнерско-потребительскую. И вот пять лет работаем в интернете. Через соцсети. У нас, у нас онлайн-проект, приоритет наша. Такой способ коммуникации, через сети и постула такой канал. Ну, это не каждый способ, потому что при ней было много людей, было, ну, вот не верили, не бачили, входили, входили. Очень, молодцы. Да. И вот самое главное, да, заряжать, заряжать, ну, мы вот это держим, вот эту марку, вот эту марку, вот схватились, мы верим, ну, я в 30 лет начала путешествовать с компанией в 8 стран мира, я побывала в компании бесплатно. Это было США, Майами, это был круизный лайнер на 6 тысяч людей, два лайнера. То есть, ну, я увидела тут вот такие возможности. И вот просто, а вот просто много людей, ну, отказывается, ну, потому что, ну, тут нужно тоже обладать каким-то... Стереотипом. И очень много стереотипов. Поэтому спрашиваю, как вот успешно, ну, те люди, которые вообще создали свой бизнес, они понимают, сетевой, не сетевой, традиционный. Ну, то есть, если человек занимается бизнесом, это нормально. Но когда, тоже окружение, когда сказали, что мы будем заниматься сетевым бизнесом, все обзоветили. Смотрите, вы должны зарядить свои идеи. То есть, вы в данном случае, не только этот бизнес, да, все зависит вот от вас, как от собственников, там, этого направления и на то, насколько вы своей энергией, во-первых, верите ли вы в свой продукт, да, там, понимаете ли вы, что вы несете, там, какую-то пользу, там, какое-то благо. Насколько вы заинтересованы в этом персонально. А дальше это же работает уже на уровне, который мы не видим, да. Вы с кем-то общаетесь, вы передаете ему информацию какую-то. Вы сами заряжены, да, от вас, вы аж подпрыгиваете там, да. Вот. И человек смотрит, и плюс у вас получается. Вот ваша внутренняя заряженность, плюс результат, да. И это заражает. То есть, это заражает, люди хотят быть такими же. У вас улыбка, у вас энергия, у вас тонус, у вас деньги. Вот. Люди смотрят, хочу, 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 хочу. Это воспринимает как хвастовство. Да. Вот много людей, оооооо. Автомобиль компания подарила нам в подарок. Он стоит наших. Ну, чем хвастовство там отличается, наверное, от пользы, тем, что вы разбираете проблему, вы проблему человека решаете, да. То есть, вы говорите, ваш этот образ, он, если он присутствует в вас, его не надо выпячивать, да. То есть, вы будете своей уверенностью, улыбкой, харизмой. Вы уже это будете выражать. Вам не надо говорить о том, что и так увидят, что вы на автомобиле подъехали. И дальше заряжать этим людей. Потому что вот эта идея, она в любом бизнесе. В нашем тоже. Я не думаю, что у классных каких-то специалистов, топ-менеджеров пивом занимается компания. Магазины какие-то люди пиво покупают. Прямо, чтобы это была работа мечты. Чем ты занимаешься? Я топ-менеджер компании, которая занимается пивом. Если там банки какие-нибудь, алмазы, еще чего-нибудь. Я тоже сегодня с мужем Николай говорю, что у вас была идея, и вы жили этой идеей. Мы заряжаем идеи историей. Человек, который приходит, мы не говорим, что ты пришел работать на пиво, продавать пиво. Ты пришел построить свою историю какую-то. Ты пришел вырасти здесь. Ты пришел, не знаю, реализовать свои какие-то амбиции. И это у тебя здесь получится. И человек смотрит на окружение. Да, ага, вот собственник передо мной сидит. Я с ним могу пообщаться. Я могу зайти к нему в кабинет. Я могу что-то с ним обсудить. Я могу прийти к нему и рассказать о том, чего бы я в своей жизни мечтал достичь. И он мне может напрямую ответить, а смогу ли я это сделать. В нашей компании есть история о том, когда один из крупных топ-менеджеров пришел и говорит о том, что он в таком распутье находился. Первое, у него были накоплены некие средства на покупку квартиры. Вот. И первый его ход такой был, который нас очень удивил. Это в определенный момент мы поняли, что замотивировать людей можно тем, что мы поделимся акциями компании. Вот. То есть мы предложили людям в форме мотивации. Тот, кто хочет, можете вложить акции, деньги в нашу компанию. Да, и вы станете младшими партнерами. Вот. То есть вы сможете зарабатывать на дивидендах от компании. И преданность человека была выражена в том, что он принес все деньги на квартиру, которые были у него накоплены, там, и вложил в компанию. То есть для нас это дало понять, что человек верит в компанию, да, он хочет здесь развиваться. Потом, через какое-то время, он пришел и, там, у меня есть мечта, там, заработать миллион долларов. И вот расскажите мне, да, как в вашей компании я могу это осуществить. И это был такой серьезный вызов, там, серьезный разговор на предмет того, что вот продумать, просчитать и просмотреть вот эту стратегию, да, в течение какого промежутка времени, с помощью каких проектов, с помощью чего там, да, вот, можно это осуществить. И мы пришли к нему, к варианту, как это можно сделать. И вот человек, как бы все, он полностью доверяет компании, да, и он это финансово уже подтвердил, да, и он видит реализацию своей мечты. Все, больше человеку ничего не надо. То есть он относится к этому, как к своему уже, да, вот, он, он, он стремится к чему-то, он понимает, как этого достичь, и все. И вот он, он уже, мы понимаем, что он наш адепт, да, то есть он адепт нашей компании. Он всем другим амбассадор, да, он, он последователь, он, он, он своих людей, но он в своем жизни, вот, ну, все равно, скажите, таких людей их мало. Ну, мы пытаемся вот с этой линейкой, там, первым кругом, с топ-менеджерами, мы пытаемся с ними вот такие отношения стоить. Какая организационная структура? Я все в практике, простите. Организационная структура, это, естественно, розница, а стихается. Организационная структура, это 15 департаментов? Нет, нет, ну, система нововалась, топ-менеджерами. Есть топ-менеджерами, да, есть топ-менеджерами, которая работает в форме...